Итак, начнем мы с того, что подумаем вообще в принципе. Зачем нам искать какие-то пути, искать какие-то цели, какие-то принципы или еще что-либо. Ведь во все времена общество, как правило, предлагает какую-либо идеологию, по которой вроде как все живут. Большинство кажется, во всяком случае, большинству, что они счастливы. И большинству, опять же, кажется, что они живут правильно. Хотя, конечно же, существовали разные культурные эпохи, существовали различные... В различных странах существуют различные традиции, которым люди следуют, которые они уважают или еще что-либо. Но тем не менее, находятся постоянно люди, люди типа меня, например, надеюсь, что и типа вас, которых начинают интересовать какие-то вот такие вот вопросы, философские, да, вопросы. Например, ради чего живет человек? На что стоит потратить свою жизнь? Что хорошо делать? Что плохо делать? Ведь если, например, мы будем отталкиваться от того, что говорит нам Конституция той или иной страны, которая что-то запрещает, что-то разрешает, которая, как правило, отталкивается от того, что все то, что не запрещено, то разрешено, то люди могут делать достаточно мерзкие вещи. Ну, например, самое простое. Ни в одной Конституции не запрещено врать. Пожалуйста, лгите на улице, и все нормально. И вроде как соблюдается закон. Но некоторых людей не устраивает это положение дел совершенно. То есть, ну как так? Ну почему? Ну есть же какие-то моральные принципы, вот откуда берется вот эта вот мораль. Еще в древности, то есть греки начали, да и не только греки, начали об этом задумываться, и появилась такая вот человеческая наука под названием философия, у которой есть определенный ряд вопросов. Некоторые из них такие главные вопросы. Ну, например, вот смысл жизни человека, возможность объективного познания реальности или нет, существование добра и зла или нет, существование Бога или нет. И различные философы в различные времена с помощью каких-то философских размышлений пытаются эти вопросы разгадать. Кто-то более успешный, кто-то менее успешный, кто-то совсем безуспешный. Ну, в большинстве своем приходится все-таки их выводы воспринимать на веру. Почему? Потому что некоторые вопросы, они просто-напросто недоказуемы. То есть обычный научный подход, он совершенно не подходит. То есть мы не можем взять и провести какой-то эксперимент. Есть Бог или нет? Ну, как-то какой эксперимент? С одной стороны, мы, конечно, можем посмотреть на звезды, посмотреть на Землю, на то, как устроен человек, понять, что, ну, навряд ли это мы сделали сами, да, навряд ли оно просто так вот взяло, так и оп, и случайно так завертелось, да. Причем все так интересно, продумано, да, что физики там и химики наши до сих пор познают и открывают все новое и новое, и, оказывается, все достаточно сложно устроено. Ну, да не суть. То есть вопросы возникают? И если вы посмотрите на ход истории развития человечества, то большинство всех проблем, которые есть у людей, они как раз проблемы вследствие неправильного какого-то решения этих философских проблем. Например, вопрос, что такое человек, что считать человеком? Нацисты, они подумали, что человек – это кожа и кости, и очень выгодно взять и истребить, например, инвалидов или людей, которые неполноценно... Ну, не истребить, конечно же, они поступали более гуманно, они их сначала кастрировали просто, но в дальнейшем все-таки решили, что и общество здоровое не должно содержать, тратить какие-то деньги, средства на поддержание этих инвалидов, их просто-напросто выгоднее всех умертвить. И то же самое с другими расами и национальностями, которые они считали, что, ну, недостаточно, вот они хороши, да. То есть, нацисты подошли к этому вопросу практично и решили, как помидоры, то есть, селекционировать людей, вырастить более такое потомство, которое они называли здоровым. Однако, на суде, то есть, на суде, который был после завершения Второй мировой войны, нацисты отвечали за преступление, которое назвали преступлением против человечества. То есть, вроде как хотели что-то хорошее сделать для человечества, а получилось, извините, какая-то ерунда. Что же такого плохого для человечества сделали? Убивали людей, а убивать, оказывается, нехорошо. Как так? Вот это вот не совсем стыкуется с философией таких вот агрономов, знаете, человеческих. То есть, оказывается, люди эти не помидоры. Их нельзя просто взять и не особо удачных особей взять и умертвить. Ну, если, конечно же, вы воспринимаете человека как кожу и кости, тогда, возможно, и можно. Но, значит, человек представляет из себя что-то большее. Оказывается, у человека есть сердце, у человека есть разум, у человека есть то, что его отличает от всего прочего, что живет на планете. И вот как раз этот момент нацисты в своей философии упустили. А почему упустили? Ну, это тоже, как бы, история достаточно известная. Как некий философ по имени Ницше, выпустил труд, в котором раскритиковал все существующее положение людей, доминирование религии в то время. И одна из статей, которая была напечатана после его трудов, которая называлась «Бог умер». И Гитлер под впечатлением трудов Ницше и ему подобных философов создал свою вот эту фашистскую идеологию, которая заразила очень большое количество людей, которые во имя вроде как добра делали удивительно злые вещи. То есть, это очень опасная штука, когда неправильно выбирается приоритет, неправильно решаются философские вопросы. В принципе, тоже можно сказать и о коммунизме. То есть, посмотрите, вроде как хотели сделать так, чтобы людям было хорошо, чтобы все люди, каждый трудился на благо ближнего, вроде как все должны быть равны, теория равенства, братства, много чего хорошего, да. Кстати, что интересно, что большинство из доктрин коммунизма, они взяты, вообще говоря, из христианства, да. То есть, что нужно каждому участвовать, каждому по способностям, по потребностям от каждого по способностям. Но, тем не менее, из всей вот этой вот идеологии, они взяли, убрали из христианства, например, понятие греха, что человек грешен, и поэтому люди не смогут работать на благо общества без палки, да. И поэтому были ужасные просто вещи и заставляли людей, кого работать, кого мыслить одинаково там или еще что-либо. И все это кровь опять, все это убийство, все это не пойми что. А самое главное, Бога заменили на партию, Христа на Ленина. Ну и как бы его идеализированный образ, ему поклонялись люди. А он оказывается не идеальный, он оказывается ошибочный. Ну и в итоге что получилось? Ну вот видите, да, что получилось? Развалилась. Развалилась вся идея, которой многие миллионы людей отдали своей жизни, которые искренне в это верили. А всего лишь проблема в том, что были неправильно решены философские вопросы. Так что вопрос того, какую систему, координат, так сказать, выберет себе человек и как он решит для себя философские вопросы, в соответствии с какими нормами он будет жить и в дальнейшем руководствовать своей жизни, это очень-очень важная штука. Очень важная штука. И общество предлагает очень-очень много различных систем, различных вариантов решения. И все они должны восприниматься. Их невозможно узнать сразу, какая правильная, какая нет. Их нужно проверять, либо брать на веру. То есть здесь встает вопрос, в первую очередь, веры. Ну хорошо, сейчас у нас время закончилось. Поговорим уже в следующий раз.